Улица Большая Морская, центр города, внутренний дворик рядом с шахматным клубом. Воспитанники 5-й спортивной школы Севастополя в томительном ожидании приезда своего кумира Сергея Карякина. Его словно ожидает футбольная команда. Здесь 11 шахматных досок, соответственно 11 соперников. Ребята, конечно же, много слышали о всемирно известном шахматисте. Сергей Карякин из Симферополя. Он участвовал в турнире претендентов и играл за звание чемпиона мира с Магнусом Карциным. Я бы хотела равняться на Сергея Карякина, потому что он хороший шахматист, выдающийся, играл за звание чемпиона мира, достойный. Есть здесь и те, кому уже посчастливилось встретиться и пообщаться с Сергеем Карякиным раньше. С Сергеем Карякиным я встречался на турнире в Москве, турнир городов-героев. Он нас встречал, потому что от каждого вида спорта свой известный человек. И он нам подарил всей нашей шахматной школе книжку шахматную, подписал ее. У меня очень положительные эмоции, очень приятный человек, тем более звезда, чемпион мира. Здесь ребята, которые, безусловно, увлечены шахматами. Для них самая древняя игра на планете словно целая жизнь. По крайней мере, пока. В детстве папа меня повел в эту шахматную школу, мне понравилось, и вот до сих пор хожу. Это очень интересно, мне очень интересно. То, что с каждым годом я все лучше и лучше играю. У Александра Бутаковой даже есть рецепт победы над Сергеем Карякиным. Заворожить его. Только я. Каким образом? Красотой. И вот перед ребятами экс-чемпион мира по быстрым шахматам и блицу Сергей Карякин. Здравствуйте. Здравствуйте. Все играете в шахматы, все знаете правила сеанса одновременной игры. Что вам нужно делать ход, когда я подхожу. То есть, когда я сделал круг и подошел к вам, в этот момент вы делаете свой ответ. И здесь абсолютно невольно напрашивается классика советской литературы и кинематографа. На остальных досках Остап проделал ту же операцию. Перетащил королевскую пешку с Е2 на Е4. На третьем ходу выяснилось, что гроссмейстер играет 18 испанских партий. В остальных 12 черные применили, хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора. Если бы Остап узнал, что он играет в такие мудреные партии и сталкивается с такой испытанной защитой, он крайне бы удивился. Дело в том, что великий комбинатор играл в шахматы второй раз в жизни. Сергей Корякин проделал то же самое на всех шахматных досках. Е2 и Е4. Есть, правда, одно маленькое «но». Уроженец Симферополя явно играл не во второй раз в жизни. Долгое время крымчанин был самым молодым гроссмейстером в истории. Остал он им в 12 лет и 211 дней. В 2012 году в Астане завоевал золото чемпионата мира по быстрым шахматам, а в 2016 в Дохе стал чемпионом мира по блицу. Кроме того, два раза побеждал на командном чемпионате мира в составе сборной России. В 2016, одержав победу на турнире претендентов, завоевал право встретиться в матче за шахматную корону, где лишь на тайбрейке в равной борьбе уступил норвежцу Магнусу Карлсону. Вот так. Как герой фильма «Джентльмены удачи» здесь никто не делал. Ребятам подсказки не давали. Да и сам гроссмейстер никаких поблажек никому делать не собирался. Перед сеансом сказал, что поддаваться не будет. В итоге, естественно, что все заканчивалось одинаково. Кто-то играл чуть лучше, кто-то чуть хуже. В принципе, есть талантливые ребята. Главное, чтобы они продолжали заниматься. Это самое важное. Талантливая молодежь, она есть всегда. Но в шахматах это достаточно долгий путь нужно проделать, чтобы стать гроссмейстером. Поэтому я думаю, что у них все впереди. У каждого ребенка у него индивидуальная игра, индивидуальная история. Поэтому общие советы давать сложно. Но я думаю, что чем больше они будут заниматься, тем у них больше шансов стать гроссмейстером и чемпионом. О таланте и трудолюбии говорят многие спортсмены и наставники. Но есть, по мнению гроссмейстера, еще как минимум один немаловажный фактор – успеха. Во-первых, нужен хороший тренер. Это очень важно. Потому что мне в этом плане всегда везло. У меня были тренеры на протяжении всей жизни. Даже сейчас я занимаюсь тренерами. Невозможно заменить компьютером живого человека и специалиста. Но также должно быть собственное желание. Потому что если его нет, значит вряд ли что-то получится. Сергей Корякин – не только выдающийся шахматист. Всем прекрасно известно, что он еще и патриот с большой буквы. В марте 2017 года гроссмейстер вошел в состав Общественной палаты страны по предложению Владимира Путина. Был его доверенным лицом в ходе президентских выборов 2018 года. С началом СВО организовал сбор средств для жителей ДНР. Комиссия ФИДЭ, конечно же, дисквалифицировала его. Но Сергей Корякин после окончания дисквалификации заявил, что не будет выступать под нейтральным флагом, как того хотят международные спортивные чиновники. Совсем недавно шахматист передал шесть грузовиков «Урал» мобилизованным москвичам в Волгограде. И вообще он старается всегда помогать участникам СВО. В нашем же городе он регулярно отдыхает. А вот сеанс одновременной игры в Севастополе проводит впервые. Я помню, что я здесь когда-то играл турнир, но это уже прошло там целых 20 лет. Но тогда вот один из таких моих первых значимых выигрышей в международном турнире был именно в Севастополе. Замечательный город. Настоящий такой русский город, где живут патриоты нашей страны. Очень приятно здесь гулять. Набережная красивая. Для детей, которые смогли сыграть с Сергеем Корякиным, это, конечно же, память на всю жизнь. Желающих расставить свои фигуры на доске с госмейстером, естественно, было намного больше. Основное количество занимающихся, у меня как раз 10-12 лет, именно в этом возрасте Сергей Корякин показывал очень быстрый рост мастерства. И на этом примере они могут видеть, что это все возможно и тоже тянуться за его результатами, но хотя бы приблизиться. Завершился визит Сергея Корякина автограф-сессии многочисленными селфи и общей фотографией. Сразу же после нашего города гроссмейстер отправится на новые территории, вновь помогать бойцам СВО и простым жителям нашей огромной страны. Святослав Данилов, Сергей Катеренко, Новости Севастополя.